Четыре поколения защитников Отечества приехали на полигон военной части 66-88. Это ветераны Афганистана, Анголы, Алжира, где официально или тайно выполняли свой воинский долг, помладшие ветераны чеченских компаний и контртеррористических операций на Северном Кавказе, действующие защитники, морская пехота и подростки, которые вскоре придут на службу. Зорница – это не только проверка боевых навыков, которые так необходимы нашей стране в период вызовов со стороны международного терроризма. Важную роль играет преемственность всех четырех поколений, и все они вместе на плацу. Ребята разогреты, стоят в строю и репетируют приветствие губернатору, но глава региона приезжает с военной точностью, опаздывает ровно на час. Поэтому каждый занят своим делом. А пока мы решили узнать, кто и как настроен, и находим одну из команд, участвующих в Зорнице. Они сидят на броне БТРа и о чем-то беседуют. Расскажи, пожалуйста, свои самые сильные стороны, не только твои, а вообще твои команды. Что вы умеете делать лучше всех? У нас просто как сила воли более-менее развита. Выносливые все. Дух. Да, духа у них много, у наших пацанов. Физически крепкие. В основном полоса препятствия, метание гранат, все-таки. Среди других команд, может, они сложные, но для нашей команды это вообще... У бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказания было свое домашнее задание. Показать молодежи оборонительную и наступательную тактику. Смотрите, как работают профессионалы из отряда «Скорпион». Смотрите, как работают профессионалы из отряда «Скорпион». Готов! 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 Сед、 сед、 сед! Показать молодежи оборонительную и наступ friends, Пошел! Стой! Держу! Держу! Стой! Держу! Далее самое интересное – начало зорницы. Каждая команда поочередно выдвигается на полосу препятствий. Далее по плану – огневой рубеж, стравя подготовка, метание гранат. Кто-то не рассчитал сил, и граната перелетела через забор и канула в пески. Оказать первую помощь должен каждый участник соревнований. Профессиональные медики наглядно демонстрируют, как делать массаж сердца или дыхание рот в рот. Если в прошлом году была хорошая подготовка, был год, мы видим, что все районы провели уже отборочные туры, отборочные соревнования, и лучший отряд района представляет район. Поэтому видно, что есть отряды, которые занимались постоянно, есть, которые занимались фрагментами. Но желание есть. Это чувствуется, что желание есть, рвение – это радует. Ну а пока ребята показывали все, что умеют, развязался настоящий учебный бой. Все как на войне, повсюду взрывы, и, кажется, горит земля. По легенде учений, отряд морской пехоты высаживается с вертолета и сходу штурмует высоту. Подздаром занят. Атака продолжается с левого и правого фланга, с уступом вправо. Черные береты теснят врага, и часть его сил отступает. Оставшиеся просочились в тыл атакующих. Чтобы не дать врагу закрепиться, с неба на подмогу спешат парашютисты. Субтитры делал DimaTorzok 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 Нет, а мы на стрельбе сейчас. А вот. وفрагazioni. После учебно-тренировочного боя Астраханская региональная общественная организация боевого братства провела заседание. Один из вопросов – вопрос этики. Близится день ВДВ и очень важно не дать ряженным персонажам испортить праздник, надевая тельняшку и берет, которые им не принадлежат. Мы проговорили о создании комитета по этике. Председателем этики избрали председателя ветеранов-десантников Пелагена Александра. В ее состав вошли авторитетные люди, практически представители всех наших организаций. И вот автоматы замолчали, опустили брусья и турники. Наполнился ребятами лишь плац. Время подводить итоги. Лучшая команда, учащаяся и Крянинской среднеобразовательной школы. Сплоченность команды, те самые сплоченные действия, о которых так долго мы ждали. Ну, в основном мы даже не ожидали того, что победим. Тяжело все давалось. Бег, прыжки, подтягивания и так далее. Но все же показали себя лучшими, достойными. Там, где мы, там победа! Вы то следующее поколение, которое будет держать вот эти флаги. Поэтому будьте мудрыми, будьте крутыми, но не теряйте головы. А все те фотографии, которые мы делаем в репортаж, ну, вы видели телеканалы, которые здесь присутствовали практически все. Плюс вот до конца вместе с вами РЕН-ТВ. Сергей Рожко, Владислав Олейников, РЕН-ТВ, Астрахань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова